Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы поговорим про слова, которые близкие по значению. Такие слова называются синонимами. Давайте послушаем, что нам говорит про это профессор Иван Иванович Самоваров. Слова, близкие по значению, но разные по звучанию и написанию, называются синонимами. Например, солдат, воин. Слова-синонимы отвечают на один и тот же вопрос. Кто? Солдат. Кто? Воин. Какой? Смелый. Какой? Храбрый. Какой? Отважный. Какой? Мужественный. Слова-синонимы делают нашу речь богаче, помогают более точно выразить мысль, избежать повторения одного и того же слова. Вот послушай текст. Во дворе слышны весёлые крики ребят. Ребята строят ледяную горку. Ребята сделали холмик и залили его водой. Весело будет ребятам на горке. Слово «ребята» повторяется в этом тексте слишком часто. Давай попробуем заменить это слово на синонимы. Во дворе слышны весёлые крики мальчиков и девочек. Ребята строят ледяную горку. Дети сделали холмик и залили его водой. Весело будет малышам на горке. Синонимы собраны в специальном словаре. В словаре синонимов. Мы прослушали информацию Ивана Ивановича Самоварова про слова, которые близкие по значению и которые называются синонимами. А сейчас выполним упражнение. Первое задание. Вам нужно установить соответствие между словами и синонимами. Запишите слова в два столбика, а затем при помощи линейки и простым карандашом соедините. Найдите слова «синонимы». Синонимы – это слова близкие по значению. Выполните задание, потом проверим. Ребята, это слово можно заменить словом «дети». «Бежать», «Мчаться», «Азбука», «Алфавит», «Чудесный», «Волшебный», «Дорога», «Путь», «Грустить», «Печалится», «Вьюга», «Метель». Молодцы! Мы с вами установили соответствие между словами-синонимами. Для чего нужно знать много слов? Для того, чтобы ваша речь была более точной, яркой и выразительной. Выполним еще задание. Слушаем внимательно. Нужно заполнить пропуски. Внизу у вас есть слова для справок. Прочитайте предложение. На место вопросительных знаков вставьте пропущенное слово. Выполните это задание письменно, а потом проверим. Проверяем. Смелый. Слово, похожее по значению, отважный. Воин защищает родину. Сильный мороз, трескучий мороз. Сильный трескучий мороз не дает играть ребятам во дворе. Ученик читал интересную, увлекательную книгу. Если вы выполнили так же, поставьте восклицательный знак «Вы молодцы». Выполним еще одно задание. Слушаем. Нужно подобрать к данным словам слова, близкие по значению, то есть синонимы. Запишите слова парами. Например, лес-бор, запятая и так далее. Выполнить это задание, а потом проверим. Проверяем. Стужа, мороз, зной, жара, базар, рынок. Молодцы. Поставьте восклицательный знак, если вы соединили слова, близкие по значению, так же. Следующее задание. Теперь поработаем со словами. Нужно вписать слова. Приготовьтесь. Первое слово пишем с большой буквы, остальные с маленькой через запятую. Воробей. Запишите слово. Воробей. Проверяем. Слово воробей пишется в-о-ро-бей-я. Город. Проверяем. Комната. Понедельник. Хорошо. Подумайте, чем похожи все эти слова. Поставьте в каждом слове ударение и подчеркните буквы, которые нужно запомнить. Подготовьтесь к словарному диктанту. Выполним еще одно задание. Вам нужно написать эти слова, вставить пропущенные буквы, поставить ударение и подчеркнуть гласные, которые нужно запомнить. Подумайте и напишите мне в комментариях, чем похожи слова предыдущего упражнения и этого. Выполните письменно, потом проверим. Проверяем. Месяц пишется с буквой я. Язык пишется с буквой я. Ребята пишется с буквой е. Столица пишется с буквой о. Пенал пишется с буквой е. Поставьте знак ударения, подчеркните безударные гласные, которые нужно запомнить. Подготовьтесь к словарному диктанту. Сегодня мы с вами на уроке поработали словами, близкими по значению. А сейчас узнаем, что такое слово «осина». Что обозначает слово «осина»? Осина – дерево с круглыми листьями и с гладкой серо-зеленой корой. Прочитай слово так, как ты его произносишь. А теперь прочитай слово так, как оно записано. Найди опасное место в слове – букву, в написании которой можно допустить ошибку. Запомни написание слова. Осина. Запишите слово «осина», поставьте знак ударения, подчеркните букву «о». Запомните, что слово «осина» пишется «осина». А сейчас выполним словарную работу. Первое задание. Спишите слова, вставьте пропущенные буквы. Поставьте значок ударения, подчеркните гласные, которые нужно запомнить. Выполните это задание самостоятельно. Следующее задание. Спишите эти слова, вставьте пропущенные буквы, поставьте знак ударения, подчеркните те буквы, которые нужно запомнить. Молодцы! В комментариях можете написать мне эти слова, а я проверю, правильно вы их выучили. Сейчас мы с вами еще раз послушаем про синонимы. Что такое синонимы, нам расскажет Иван Иванович Самоваров. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите обязательно комментарии, ставьте лайки. Делитесь этими роликами в социальных сетях и родительских группах. Всего вам самого доброго! Слова, близкие по значению, но разные по звучанию и написанию, называются синонимами. Например, солдат, воин. Слова-синонимы отвечают на один и тот же вопрос. Кто? Солдат. Кто? Воин. Какой? Смелый. Какой? Храбрый. Какой? Отважный. Какой? Мужественный. Слова-синонимы делают нашу речь богаче, помогают более точно выразить мысль, избежать повторения одного и того же слова. Вот послушай текст. Во дворе слышны веселые крики ребят. Ребята строят ледяную горку. Ребята сделали холмик и залили его водой. Весело будет ребятам на горке. Слово «ребята» повторяется в этом тексте слишком часто. Давай попробуем заменить это слово на синонимы. Во дворе слышны веселые крики мальчиков и девочек. Ребята строят ледяную горку. Дети сделали холмик и залили его водой. Весело будет малышам на горке. Синонимы собраны в специальном словаре. В словаре синонимов.